Блицушки на ческоме. Конь Е5! Пожар... Ну блин! Никит, такая возможность была. Да. Такая возможность загнуться немедленно. Мы её упустили. Продемонстрировать свои навыки. Ну, Ф4 тогда, Никит. Да, пешку съедят. Что ты предлагаешь? Какую пешку съедят? На Е4 после размена. Её даже здесь могут съесть, но у нас хотя бы какая-то... В смысле, мы можем на Е6 побить, но это слишком слабо, наверное, да? На Е6 не хочет убить. Ну, жаркну пешку тогда или как? Угу. Вот и такая экспозиция в теории даже есть. Кстати, Решетков Кирилл смотрит за нами. Отлично. Не хочет бить пешку. Ну ладно. Ф4 пойти твой фирменный. Коронный ход. Я хотел Е5 продолжить. На Е5 он возьмёт два раза после. В4 это сильно. Он какой-то чушь. ФЕ? А, вот так, Д5 можно. Да, вот тут с королем проблем могут быть, что? Как у нас в предыдущем паре. Если не хуже. Как защищать на Е6? Не знаю, видимо, всё плохо тут уже. Ну, король G7, ну как-то. Король G7 там проще всего... Проще всего взять коня. Потом тобой FG, FG7, дубая комбинация этих ходов. Да, нужно нам... Нужно нам выкатывать в лицушки. Ещё конь Е4 грозит. Ещё грозит интернет залагать. Ну да, это единственная проблема. Может он уже лагает или он думает? Нет, он думает. Это вкусно. У него написано зелёненькое соединение. Бывает, что у меня написано зелёненькое соединение. У него идёт время, а в итоге, когда я возвращаюсь, у меня уже флаг упал. Что-то ни о чём не говоришь. Можно вводя D1 усилить. Можно даже идейно, но... В смысле он обойдёт ФЕ7 и как-то... Может немножко не то. Может быть нам взять Н6? Взять Н7, побить его в G. А почему нам взять, не взять Н6 просто? Можно было именно Н6 взять. Ну так, вводи, выиграешь сразу. Сейчас из ФЕ5, у ФЕ7 молодья потерялась. А если не брат, там он уже... Ну и просто всё, видимо. Да, можно ещё усилить как-нибудь. Молодью, сейчас выяснили, что я тоже молодью. Да, сдался. Ну, ждём. Нажмай на паузу, ждём следующего соперника. Да, мы продолжаем. Караканчик. Да, вот этот вариант с ЕФ. Так, смотрим как там видео. С СССР это самый неприятный ход. И тут я попробую СССР. Идея против меня применили Рома Сколббан. Белые сегодня приучают Пересту с СССР. У не Е2. Но я пошёл вот СССР так же, как и вот. Сейчас наши соперники. Называй их товарищами. Этот товарищ. Это звучит смешно. Тугальский товарищ. Ну, чуть-чуть не смешно странного. Да, Никита опять отрубается по чуть-чуть. Опять отрубается? Да что же такое-то? Ну ты только по чуть-чуть ещё. По чуть-чуть, это значит уже через секунду будет совсем. Ааа. Слушайте, ну скоро мы нажмём на паузу. Ну, пока как-то вроде... Не знаю. Мы держимся. Тонкий перевод коня. Я чувствую провисание. Все эти предсмертные произведения на лицо. Может быть, G5? Какой-нибудь G5, слон F8 такой. Потом F7, мы как-то будем обтекать эту фигуру. Он сейчас, конечно, на H4 может пройти. Это немножко неприятно. Не играет пока. Что, F7 туда? Мой, вот мне кажется, точнее было F5. Может быть. Не знаю. Так, так, так. Ну, на самом деле, кстати, H5 это неприятно. Может быть, не настолько неприятно. А, кстати, сколько у Кирилла Решеткова на часскоме? Четыре... ну, такой же, как у нас вот сейчас. Почему слоном-то? Не знаю. Трудно. Трудно понять, как лучше было. Может быть, F5 сидит, слон F6? Ну... Слом F8. Мы в камбэк играем. Почему? А что такого плохого? Давай ферзя еще на 8-ую выставим. Как скажешь. Ну, Эншпиль. Не хотим Эншпиль. Ну и что? Что это за Эншпиль? Ну, вот смотри. Вот грозит F6. Хорошая угроза. Я F6 мог сразу сыграть. В чем угроза-то? Там будет ничья просто. Почему? Мы же... У нас хорошая структура. Да, ну, вот у него тоже. Надо как-то крутить. Я же не хочу ничего. Я хочу проиграть. Я хочу уронить флаг себе. Да, там залагало и еще что-нибудь, что-то стали обычно происходить. F5? Или G5? Ну, что твоя идея? Давай, твоя идея. Сейчас он выдастся поменяться. Да, потому что на 2 зависло. Ну, как-нибудь накрутим еще. Слом D6. Слом D6. Конечно, вероятно, мы накрутим кого-то. Вот видишь, не пускают у нас. Да. 1 на 3. Кролян D7 на 200. С5 есть смысл сыграть. Взять. Нужно, чтобы обвалились пешки. Давай слон E3. Слон E3 и слон C1. Вот такие идеи. Надо как-то по белым полям все вытянуть. Не знаю, как лучше. То есть, если сейчас получил эту пешку на E5 протащить как-то. Ну, видимо, не получится. Ну, просто, видишь, у него на А4 слабость потенциально. Если можно было... Потенциально. У нас все пешки по белым. Он тут... Давай там начнем крутить. Ну, на своеме не меньше, да? Да, 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 да. Ну, направь сюда, да? Все. Сон D2. А почему не Сон D2? Потому что, когда поставим пешку на E5, у нас позиция ничуть не лучше, скорее ухудшить. Ну, и вообще здесь, конечно, мало шансов. Ну, одна вот слабость, но с помощью одной слабости ничего не сделаешь, наверное. Мне кажется, что ходом B4 нам помог. Может быть, умол, что-то нет. Надо вынудить. Вынудить. Слон D2 есть. Да, 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 вынудить его сыграть B5. Что, обсыпься тут пешки, думаешь? Ну, а как их держать? Сейчас побежит к этой, наверное, как-то. Давай так пойдем сначала. Времени маловато. Ну, ничего. 7 секунд. Ой. А, вот это здорово. Сон D3 взяли, 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 взяли. Кольца 4, короче, 4, короче, 4, короче, 3, короче, так. Не успеваем. Значит, надо позже там отдаваться. Хорошо, вы не должны успеть. Ну, технично. Можно нажать на кнопку сдаться. Сдаться для секунды? Ну, если не будет пролагивания, то... А вот он начался как раз. Никита, у тебя 20 секунд. Мы уже не слышим Никиту. Это значит, что начался лаг. Думаешь? Да. И меня... Да, отлично. Ну, бей Никита на С4. Мы запишем эту партию к потенциально выигранной. Да, потому что флаг, видимо, упадет вместе с швейцарским интернетом. Ну, на этом всем спасибо за внимание. Ну, вот, есть у нас еще шанс досмотреть здесь что-то. Да, вот Никита тащит ферзя, и он его потащил. Да. Посмотрим на реализацию. Интересно, успеет ли за 7 секунд Никита реализовать лишнего ферзя. Мы рисуем эту лагу, опять лаги. Дай его, пожалуйста. Лаги. Лаги, ребята. Лаги. Мат. Победа. Это просто издевайство какой-то формы, да? Выстрадали. Выстрадали. Ну, как... Как...